Второе послание Коринфянам, глава 4. Начнем с 13 стиха. Давайте прочтем стихи 13 и 14 вместе вслух. Готовы, читаем. «Но имея тот же дух веры, как написано, «Я веровал, и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим, зная, что воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит пред Собою с вами». А теперь обратите внимание на 13 стих. Я хочу прочесть его из расширенного перевода Библии. «Но у нас один и тот же дух веры». Подчеркните фразу «дух веры». «Но у нас один и тот же дух веры» с тем, кто написал, «Я веровал, и потому говорил». Мы тоже верим, и потому говорим. «Дух веры» не связан с тем, что должно произойти, и не возвещает будущего. «Дух веры» всегда связан с тем, что происходит сейчас. «Дух веры» не говорит, «Я был исцелен» или «Я буду исцелен». «Дух веры» говорит «Я исцелен». «Дух веры» не говорит «Я был спасен» или «Я буду спасен». «Дух веры» не относится к будущему или к прошлому. «Если происходящее связано с духом веры», то это будет обязательно связано с настоящим. И так бывает всегда, когда действует дух веры. Как написано, «Я веровал в прошедшем времени, и потому говорил». Вы понимаете? А теперь они говорят, «Мы верим, и потому говорим». «Заметьте, когда вы верите, вы говорите». Библия говорит, что сердцем человек делает что? Верует. А для чего нужно исповедание устами? Ладно, еще раз. В послании к римлянам говорится, что человек сердцем верует ко спасению, но исповедует он своими устами. Я могу объяснить это таким образом. «Вы веруете своим сердцем, но ваша вера утверждается устами». Вы верите сердцем, но подтверждаете свою веру устами. Вы верите сердцем, но утверждаете свою веру устами. И именно об этом я буду говорить с вами сегодня. Как высвободить веру, как взять то, что наполняет ваше сердце, и выстрелить этим, словно пуля из пистолета. Для того, чтобы пуля вылетела из этого пистолета, придется нажать на курок. Необходимо действие, которое высвободит вашу веру. Можно быть переполненным Божьим Словом. Вы можете быть переполненным верой в Божье Слово, но если вы не знаете, как высвободить эту веру, она вам не поможет. Итак, вы переполнены. Теперь нужно открыть свои уста. Я очень стеснительный. Мне стыдно говорить о своей вере. Стеснительность — это форма страха. И если вы не откроете свои уста, вы не сможете высвободить свою веру. Сейчас у меня возник образ рогатки. Вы можете ее зарядить, но натянув резину, нужно ее отпустить. Помните, Давид вложил камень в ту штуковину, из которой он убил великана? Ему нужно было высвободить этот камень. Внутри нас есть сила, иначе говоря, в нас заложена способность достигать успеха. Но если вы ее не высвободите, она не сможет действовать в вашей жизни. Дух веры говорит о том, что произойдет прямо сейчас. Повторите за мной. Я благословен. Не я буду благословен. Не я был благословен. Вера всегда в настоящем времени. Она всегда сейчас, не вчера и не завтра. Высвободите свою веру устами, и тогда то, что выйдет из ваших уст, преобразит ваше настоящее. Понимаете? И если вы верите во что-то, вы должны говорить об этом. Если верите, скажите об этом. Если верите, скажите об этом. Вы слышали, как некоторые говорят, «Пока лучше об этом помолчать». Почему? Потому что они не очень в это верят. Если веришь, говоришь о том, во что веришь. Когда вы верите, вы говорите, во что верите. Когда врач говорит, что вы больны, вам придется сказать нечто иное. Потому что вы либо подтверждаете, либо опровергаете то, что говорят в вашем присутствии, другие. Без вашего подтверждения их слова не действительны. Каким будет ваше слово о сказанном ими? Вы решаете. Вы решаете, чему быть, а чему нет, словами, исходящими из ваших уст. Ваш врач сказал, что вы больны. Что вы скажете на этот счет? Ад и рай ждут вашего слова. Кто-то сказал, что вы банкроты. Что вы скажете об этом? Кто-то сказал, что вы ни на что не годитесь. А что вы скажете об этом? Дьявол пытается заставить вас согласиться с тем, что сказали о вас другие. Чтобы сказанное было утверждено и исполнено в вашей жизни. Вы должны утвердить Божье слово. Вы утверждаете то, во что верите. Если вы считаете, что ни на что не годитесь, это рано или поздно выйдет из ваших уст. Я ни на что не гожусь. И это будет утверждено, и вы не сможете жениться, и никто не хочет выходить замуж за человека, который ни на что не годен. Аминь. Аминь. Воскликните, что-то хорошее произойдет в моей жизни. И очень скоро вы начнете верить в это. Давайте прочтем еще один отрывок из Библии. Давайте поговорим о том, как высвободить веру, и невозможно говорить об этом, не обратившись к Евангелию от Марка. Откройте Марка 11, стих 22. Слава Богу, друзья! Сегодня я верю. Кто-то спросит, чему ты веришь? Верю, что Бог желает мне добра. Аминь. Марка 11, стих 22. Вы знаете историю о смоковнице. Я несколько раз говорил о ней. Иисус произнес какие-то слова над смоковницей, и через 24 часа увидел, как сказанное им стало реальностью. Ученики взглянули на эту смоковницу и сказали, «Смотрите, эта смоковница проклята от корней своих». А потом Петр спросил, «Как тебе это удалось?» Мы начнем с 22 стиха. Иисус, отвечая, говорит им. Он отвечает им на вопрос, как ему это удалось. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру Божью». В другом переводе, в 22 стихе написано, «Имейте веру в Бога». А вот как в расширенном переводе. Иисус, отвечая, говорит им, «Имейте веру в Бога непрестанно». Понимаете? Марка 11, 23. «Ибо истинно говорю вам». Вот вера Божья. «Ибо истинно говорю вам, если кто сделает что? Скажет». Разве не примечательно? Если кто скажет, обратите внимание, «Горе сей». Если перед ним была смоковница, он говорил «смоковница». Я могу представить, что они стояли на улице, и он, заметив гору, сказал, «Если кто скажет, из вас горе сей». Я не думаю, что он выражался метафорично. Если бы Иисус использовал метафоры, то он сказал бы не что вроде, «Если кто скажет этим горам жизненных трудностей». Но было так, как если бы я сказал этим искусственным цветам. На что-то он указывал. «Если скажете, горе сей», он указывал на нечто физическое. Он говорит об этом в Евангелии от Луки, в главе 16-й. Извините, в главе 17-й. Здесь написано, «Если бы сказали смоковнице сей». Теперь речь идет опять о дереве. Речь о горе зашла после того, как Иисус сказал что-то смоковнице и увидел результаты, сказанного через 24 часа. Он пытается указать нам на ту власть, которую мы через свои слова имеем над физическим миром. «Заметьте, что Он сказал здесь, «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, скажет что? Поднимись и ввергнись в море, и не усомниться в чем?» В сердце своем. Что должно быть в вашем сердце? Вера. Нужно верить. Повторите за мной, в моем сердце есть вера. То есть говорить о этой горе нужно именно то, во что человек верит в своем сердце. То есть нельзя говорить то, во что не веришь. «Да, Господи, я это увидел». Не говори того, во что не веришь. Не говорите того, во что не верите, потому что сердце и уста должны действовать в согласии. И если вы будете продолжать говорить то, во что не верите, вы будете обманывать свое сердце. Вы продолжаете говорить что-то вроде «Мне так трудно, хоть в петлю лезь». Ведь вы не верите в то, что говорите. Вы нарушаете взаимосвязь между сердцем и устами. Ведь уста и сердце должны действовать в согласии, а вы не говорите того, во что верите». Иисус сказал, что когда мы повелеваем горе ввергнуться в море, в нашем сердце не должно быть сомнения. Я понимаю, что, произнося слова веры, я не должен сомневаться в них. Нельзя говорить, если в сердце неверие. Библия называет неверующее сердце лукавым сердцем. Да-да, сердце, в котором есть неверие, Бог называет нечестивым, лукавым сердцем. Мне нужно, чтобы вы это поняли. Задумайтесь об этом. Не нужно ничего говорить, если в вашем сердце неверие. Ничего не говорите. Я не имею в виду исповедание слова. В общем, вы должны говорить лишь то, во что верите. «Если не верите, то и не говорите». Что-то нарушается в системе, когда вы говорите, не веря в то, что исходит из ваших уст. Так что же исходит из ваших уст? Я вспоминаю, как 15 лет назад Господь проговорил меня словами из первой главы Иисуса Новина. Я не знаю, что другие видят в словах. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих». Но когда я прочел эти слова, Господь проговорил мне, «Если не веришь в то, что собираешься сказать, держи язык за зубами». Я знаю, что могу с помощью своих слов наполнять свое сердце. И я это вам продемонстрирую сегодня. Когда вы что-то произносите, это форма размышления. Вы произносите слова, и эти слова проникают в ваше сердце. Вы произносите слова, и эти слова проникают в ваше сердце. «И я знаю, что каким-то образом, то, что мы говорим, влияет на нашу веру». Но я также понял, что пока между устами и сердцем не будет согласия, ваши слова будут бессильны. Пока между вашими устами и сердцем не будет согласия, ваши слова будут бессильны. Конечно, все иначе, если сердце лукавое, и вы верите в то, что наполняет ваше сердце. Послушайте мне, друзья, иногда сердца людей наполнены греховной ложью, и они верят ей больше, чем Божьему Слову. Вы верите всем сердцем, что вы больны и умрете, и потом и говорить начинаете в соответствии с этой верой. Так и произойдет. Однажды это произойдет, потому что вы постоянно говорите об этом. Я уже многократно говорил, что слова подобны семенам. Когда вы говорите, вы сеете, вы вкладываете в свое сердце, и однажды вы поверите в то, что говорите. То же самое происходит, если вы постоянно говорите, что вы глупы и ни на что не годитесь. Очень скоро вы сами в это поверите, и однажды вы произнесёте эти слова сферой в сердце и сказанное вами «осуществиться». Вам всем это понятно? Вы высвобождаете то, во что вы верите. Это то, что вы высвободили. Вы обманываете себя, если говорите, чего в вашем сердце нет, и надеетесь, что сказав это, вы высвободили свою веру. Вы высвобождаете лишь то, во что верите, позитивное или негативное. Поэтому вы должны задать вопрос «Во что я верю?». Потому что если вы смотрите на то, во что верите, и говорите то, во что верите, тогда вы получите всё, да так написано, всё, что не скажете. Вы должны это понять. Мои уста высвобождают то, во что я верю. 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 «Мои уста высвобождают то, во что я верю» Достаточно однажды произнести слова с верой И высвобождается сила, которая и осуществит сказанное вами Аллилуйя! Слава Богу! Отчасти, чтобы наполнить свое сердце верой, нужно говорить слова веры Слова, подобные семенам Давайте будем честны Если вы ощущаете боль, но говорите, что исцелены, несмотря на ощущаемые уважения Вами боль, вы говорите, что здоровы, хотя боль все еще беспокоит вас Сердце старается поверить, что сказанное вами реально Но боль все еще присутствует Но вы все равно продолжаете говорить, что вы исцелены Вы повторяете слова снова и снова Вы вкладываете слова в свое сердце И вдруг ваше сердце приходит в согласие с тем, что говорят ваши уста И когда ваше сердце верит, вам нужно сказать всего лишь еще один «Один раз! Я верю, что исцелен!» И ваше сердце соглашается с вашими словами, и бам! Сила высвобождается Разве это не чудесно? Вы просыпаетесь и говорите «Я верю, что я миллионер» Первый раз, когда вы произносите эти слова, вы бедны, как та церковная мышь Вы не верите своим словам Но дух веры на вас Дух веры на вас, и он начинает действовать внутри вас И вы будете говорить эти слова снова и снова Я не знаю, потребуется ли произнести эти слова тысячу раз, прежде чем с этими словами согласится ваше сердце Представьте себе тысячу раз Именно поэтому и нужно размышлять над словом А повторение слова — это часть размышления Повторение слов входит в определение размышления Нужно повторять слово и размышлять над словом Повторять слово и размышлять над словом Повторять и размышлять Повторять и размышлять До тех пор, пока вы не поверите в эти слова всем сердцем. И дьявол старается этому помешать. Он старается заставить вас замолчать, подбрасывая вашу жизнь в ситуации, противоречащие тому, что вы говорите, стараясь наполнить ваше сердце неверием, потому что сердце, в котором неверие, — это сердце лукавое. Вы знаете это слово, лукавое. Лукавое значит злое или хитрое. Сатана пытается извратить систему, чтобы вы не увидели результаты в исповедании Божьего Слова. Аллилуйя. Давайте попробуем. Скажите, «Я благословен». Я не знаю, что произошло внутри вас, или что вы ощущаете внутри, но просто напомните себе об этом. Скажите себе эти слова. Я ежедневно говорю. Есть несколько исповеданий, которые я говорю о себе каждый день. Например, «Отец, сердце мое чисто и поступки святы». Возможно, кто-то спросит, «Зачем ты это произносишь?» Потому что это лучше, чем говорить, «Сердце мое нечестивое и поступки греховны». Это то, что я хочу видеть в своей жизни. Это то, что я желаю видеть в своей жизни. Знаете, что произойдет? В вашей жизни начнут происходить события, которые будут проверять на прочность то, во что вы верите. И ваша жизнь начнет преображаться благодаря тому, что вы сеяли. Вы посеяли слова, из которых произросла реальность. Иногда трудно сеять, не зная, когда появятся всходы. Но все равно продолжайте сеять. Продолжайте сеять. Сегодня взгляните на свою финансовую ситуацию и решите, к какому классу вы хотите относиться. И начните исповедовать это. Облеките мысли в слова. Каждое утро начинайте со слов, «Отец, я благодарен тебе за то, что я миллионер». И получая счета, говорите, «Я богат, Отец мой! Я богат! Я его сын!» Я советую вам поступать именно так и делать это до тех пор, пока вы не уговорите себя согласиться с Божьим Словом. Не знаю, что думаете об этом вы, но мне нравится это учение о вере. Зная о силе веры, человек ощущает себя богатырем. Вы понимаете, о чем я. Можно смотреть на эту жизнь со всеми ее сюрпризами, и осознавая, что у вас есть вера, которая побеждает этот мир. Посреди бедствия, когда вы стеснены со всех сторон. Поэтому я благодарен Богу за Святого Духа, когда вы стеснены. Бывали моменты, когда я ощущал на себе такое давление, что не знал, что сказать на родном языке. Но слава Богу за язык Святого Духа. Я не знал, что произошло, но когда я начал молиться во Святом Духе, я начал выходить из этой зоны давления. Вы понимаете, потом я смог, сбросив это давление, произносить свои исповедания на родном языке. Друзья, вы можете побеждать в этом мире. Не допустите, чтобы кто-нибудь убедил вас в том, что в этом мире вы всегда будете жертвой. Вы можете победить этот мир. Вы можете изменить свою ситуацию. Вы можете изменить свои обстоятельства. Вы можете изменить свою финансовую ситуацию. Вы можете изменить свой брак. Вы можете изменить все, что нуждается в переменах. Вы наполнены Духом веры. Спасибо, Господь. Спасибо, Господь. Ваши уста обладают чудотворной силой В ваших устах дома В ваших устах исцеление А для вас незамужние в ваших устах ваши мужья Аллилуйя! Слава Богу! Он несовершенен У него будут недостатки, когда он появится У вас обоих будут недостатки Да, у вас обоих они будут Вы будете такими милыми, когда будете встречаться Но после свадьбы вы узнаете друг друга настоящими Цель брака — это исцеление друг друга Поэтому вы никого не обманете Вы несовершенны И у вас и у вашей жены были свои недостатки, когда вы встретились До сих пор у вас есть недостатки, и вы над ними работаете Поэтому вам и нужно спасение, чтобы брак достигал того, для чего он предназначен Да, некоторые из вас вышли замуж за дьяволов во плоти Я вас совсем запутал, да Некоторые из вас словно спрашивают «Господи, а есть ли надежда для женатых и замужних?» Да, надежда для женатых и замужних такая же, как и для тех, кто нуждается в исцелении Я объясню вам эту ситуацию, что происходит Это очень интересно У Адама была одна проблема, для решения которой Богу пришлось дать ему Еву Адам был сфокусирован на себе Да и неудивительно, ведь он был одинок Он был эгоистичен и заботился только о себе А Бог хотел, чтобы на земле появился Бог Он хотел, чтобы Адам был на земле Богом, так же, как Бог был Богом во вселенной И Бог знал, что это невозможно, пока Адам не избавится от эгоизма и не начнет заботиться о ком-то другом Потому что именно так поступал Бог во вселенной Он заботился о других, а не о себе И Бог взял ребро Адама и сотворил женщину Адаму нужно было заботиться о женщине больше, чем о себе И мы знаем, как Адам повел себя в этих обстоятельствах Когда в саду произошла неприятная ситуация Вот что сделал Адам «Господи, виновата эта женщина, что ты дал мне» Без нее все было хорошо Он все еще не понимал предназначения брака Цель брака — исцелить человека от эгоизма Но Адам считал, что его женитьба принесла проблемы Аллилуйя Слава Богу, что вы получите исцеление в браке Ага У всех есть недостатки Ага, у всех есть недостатки У меня есть недостатки У Тефи есть недостатки Но брак устраняет эти недостатки И я получаю ее сильное качество взамен своих недостатков Этот обмен, произошедший в результате нашего завета Избавил нас от многих наших недостатков Хорошо «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет «Горесия» и поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его» В другом переводе говорится «Если поверит, что сбудется то, что он говорит» В то время он говорил о горе Он говорил о словах, которые нужно произнести горе Следующее Нужно сердцем верить в то, что вы говорите И верить в это всегда То есть, на самом деле, результат слов, произнесенных горе, зависит от того, что вы говорите ей на протяжении всей жизни Потому что, если вы говорите прекрасные слова горе, а потом возвращаетесь домой и говорите что-то другое То последнее отменит те слова, которые произнесли горе То, что вы говорите дома, больше отражает вашу веру, чем то, что вы говорите где-то еще В церкви вы говорите правильные слова «Аллилуйя», «Будь благословен», «Слава Богу» Когда вы приходите домой, тогда вы говорите то, что действительно у вас на уме Сегодня было такое длинное служение, и я так устал, и мне надоело опять петь те же самые песни Если вы выругались матом, а потом сказали «Извините, вырвалось», то вы правы Действительно вырвалось Но чтобы это вырвалось, это должно было быть внутри И если это вырвалось здесь, то значит дома вы так выражаетесь постоянно Заметьте, что здесь написано Будет ему, что не скажет Он получит то, что он говорит Легко определить, что в сердце у человека Прислушавшись к тому, что у него на языке «Потому говорю вам все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите И будет вам» Обратите внимание, что нужно верить в то, о чем молитесь Потому что вера и молитва идут рука об руку Когда вы молитесь, вы должны верить Когда вы верите и говорите то, во что верите, тогда в вашей жизни будет результат Если вы будете говорить то, во что верите, и научите свое сердце верить в правильные слова Тогда у вас будет то, что вы исповедуете А теперь давайте откроем притчу 4 главу Притча 4, стих 24 Притча 4, 24 Если вы нашли этот отрывок, скажите «Аминь» Он говорит «Отвергни от себя лживость уст» Что такое лживые уста? Это уста, извращающие истину Это непослушные уста Это буквально лживые уста Лживые уста В расширенном переводе это звучит так «Отвергни от себя лживую, нечестную речь И лукавый и бунтарский язык удали от себя» А в каком контексте прозвучали эти слова? Прочтем стих 23 Больше всего хранимого храни сердце твое Потому что из него источники жизни Больше всего хранимого храни сердце твое Потому что из него источники жизни Первое, что нужно делать, чтобы сберечь свое сердце А наше сердце — это источник всех жизненных сил Первое, что мы должны делать, чтобы уберечь свое сердце Это беречь свои уста Беречь свое сердце, защищать его Защищать то, во что верите Защищать свои уста Потому что исходящее из ваших уст в конце концов заполнит ваше сердце А содержимое вашего сердца, если придет в согласии с вашими устами, наполнит всю вашу жизнь Содержимое вашего сердца, если придет в согласии с вашими устами, наполнит всю вашу жизнь То, что находится в вашем сердце, это то, во что вы верите. Оно исходит из ваших уст, а затем отражается и на всей вашей жизни. Я считаю, что нельзя игнорировать то, что Библия говорит о важности слов. Считать эту тему второстепенной и неважной. Разве можно считать маловажным то, что так сильно влияет на нашу жизнь? Цель брака — это исцеление друг друга. Поэтому вы никого не обманете. Вы несовершенны. И у вас и у вашей жены были свои недостатки, когда вы встретились. До сих пор у вас есть недостатки, и вы над ними работаете. Поэтому вам и нужно спасение, чтобы брак достигал того, для чего он предназначен. Да, некоторые из вас вышли замуж за дьяволов воплоти. Я вас совсем запутал, да. Некоторые из вас словно спрашивают, «Господи, а есть ли надежда для женатых и замужних?» Да, надежда для женатых и замужних такая же, как и для тех, кто нуждается в исцелении. Я объясню вам эту ситуацию. Что происходит? Это очень интересно. У Адама была одна проблема, для решения которой Богу пришлось дать ему Еву. Адам был сфокусирован на себе. Да и неудивительно, ведь он был одинок. Он был эгоистичен и заботился только о себе. А Бог хотел, чтобы на земле появился Бог. Он хотел, чтобы Адам был на земле Богом, так же, как Бог был Богом во Вселенной. И Бог знал, что это невозможно, пока Адам не избавится от эгоизма и не начнет заботиться о ком-то другом. Потому что именно так поступал Бог во Вселенной. Он заботился о других, а не о себе. И Бог взял ребро Адама и сотворил женщину. Адаму нужно было заботиться о женщине больше, чем о себе. И мы знаем, как Адам повел себя в этих обстоятельствах. Когда в саду произошла неприятная ситуация, вот что сделал Адам. «Господи, виновата эта женщина, что ты дал мне». Он все еще не понимал предназначение брака. Цель брака — исцелить человека от эгоизма. Но Адам считал, что его женитьба принесла проблемы. Аллилуйя! «Слава Богу, что вы получите исцеление в браке». «Ага». «У всех есть недостатки». «Ага, у всех есть недостатки». «У меня есть недостатки, у Тефи есть недостатки, но брак устраняет эти недостатки. И я получаю ее сильное качество взамен своих недостатков». Этот обмен, произошедший в результате нашего завета, избавил нас от многих наших недостатков. Хорошо. «Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей, поднимись и вергнись в море, и не усомниться в сердце своем, но поверить, что сбудется, по словам его». В другом переводе говорится, «если поверить, что сбудется то, что он говорит». В то время он говорил о горе. Он говорил о словах, которые нужно произнести горе. Следующее. «Нужно сердцем верить в то, что вы говорите, и верить в это всегда». То есть, на самом деле, результат слов, произнесенных горе, зависит от того, что вы говорите ей на протяжении всей жизни. Потому что, если вы говорите прекрасные слова горе, а потом возвращаетесь домой и говорите что-то другое, то последнее отменит те слова, которые произнесли горе. То, что вы говорите дома, больше отражает вашу веру, чем то, что вы говорите где-то еще. В церкви вы говорите правильные слова. «Аллилуйя», «Будь благословен», «Слава Богу». Когда вы приходите домой, тогда вы говорите то, что действительно у вас на уме. «Сегодня было такое длинное служение, и я так устал, и мне надоело опять петь те же самые песни». Если вы выругались матом, а потом сказали, «Извините, вырвалось», то вы правы, действительно вырвалось. Но чтобы это вырвалось, это должно было быть внутри. И если это вырвалось здесь, то значит, дома вы так выражаетесь постоянно. Заметьте, что здесь написано. «Будет ему, что не скажет». Он получит то, что он говорит. Легко определить, что в сердце у человека, прислушавшись к тому, что у него на языке. «Потому говорю вам все, что не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Обратите внимание, что нужно верить в то, о чем молитесь, потому что вера и молитва идут рука об руку. Когда вы молитесь, вы должны верить. Когда вы верите и говорите то, во что верите, тогда в вашей жизни будет результат. Если вы будете говорить то, во что верите, и научите свое сердце верить в правильные слова, тогда у вас будет то, что вы исповедуете. А теперь давайте откроем притчу 4 главу. Притча 4, стих 24. Притча 4, стих 24. Если вы нашли этот отрывок, скажите «Аминь». Он говорит «Отвергни от себя лживость уст». Что такое лживые уста? Это уста, извращающие истину. Это непослушные уста. Это буквально лживые уста. Лживые уста. В расширенном переводе это звучит так. «Отвергни от себя лживую и нечестивую речь, и лукавые и бунтарские речи удали от себя». А в каком контексте прозвучали эти слова? Прочтем стих 23. «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. Первое, что нужно делать, чтобы сберечь свое сердце, а наше сердце — это источник всех жизненных сил, первое, что мы должны делать, чтобы уберечь свое сердце, это уберечь свои уста. Беречь свое сердце, защищать его. Защищать то, во что верите. Защищать свои уста. Потому что исходящее из ваших уст, в конце концов, заполнит ваше сердце. А содержимое вашего сердца, если придет в согласии с вашими устами, наполнит всю вашу жизнь. Содержимое вашего сердца, если придет в согласии с вашими устами, наполнит всю вашу жизнь. То, что находится в вашем сердце, это то, во что вы верите. Оно исходит из ваших уст, а затем отражается и на всей вашей жизни. Это понятно? А теперь давайте откроем притчи 12, 18. А лучше давайте прочтем все стихи, которые можно найти на эту тему. Вы не против, если я загружу в вас все эти стихи? Притчи 12, 18. Прочтем стих 18. Готовы, читаем. «Иной пустослов и извляет, как мечом, а язык мудрых врачует». Задумайтесь об этом. Язык мудрых врачует. Язык мудрых врачует. Какой язык врачует? Какие слова необходимо говорить для того, чтобы быть здоровым? Что мы должны цитировать из Божьего Слова? Если вы будете произносить Божье Слово о финансовом благополучии, это не принесет вам здоровья. Так о чем же должны быть ваши цитаты из Слова? Об исцелении. Если вы цитируете Божье Слово об исцелении, когда вы больны, это и есть мудрый язык. А цитировать Божье Слово о процветании, это мудрый язык, когда вы нуждаетесь. Итак, мудрый язык — это язык, который произносит Божье Слово, соответствующее вашей ситуации. Мудрый язык — это язык, который произносит Божье Слово, соответствующее вашей ситуации. Потому что Божье Слово и есть Божья мудрость. А мудрость Божья и есть Божье Слово. Поэтому, говоря о мудром языке, мы имеем в виду, что нужно своими устами произносить Божье Слово. Итак, Слово мудрости — это Божье Слово, произнесенное в соответствии с ситуацией. Вспомните, что дьявол изо всех сил старается оказать на вас давление, чтобы вы начали говорить слова, противоречащие Божьему Слову. Я только что прочел этот отрывок из книги Притчи 4.24. «Очисти свои уста от лукавых речей». Избавься от слов, противоречащих Божьему Слову. Избавься от них. Давайте откроем Притчи 13.2. Да, аминь. Нам нужно слышать проповеди на эту тему. Мы должны обязательно тренировать свои уста говорить правильные слова. Я знаю, что вы над этим усердно работаете, и я вам в этом помогу. Я дам вам пищу, которая подкрепит вас. Аллилуйя. Стих 2. «От плода уст своих человек вкусит добро, душа же, законопреступников, зло». Хочу задать вам вопрос на основании этого отрывка. От чего зависит, насколько хорошо питается человек? От того, что он говорит. Вот от чего зависит не только его питание, но и жизнь. И результат жизни человека тоже зависит от его слов. То же самое вы увидите в 18 главе Притчи. Давайте откроем эту главу. Может быть, я немного забегаю вперед, но ладно. Притчи, глава 18. Стих 21. Давайте прочтем 21 стих вместе. Готовы? Читаем. «От плода уст человека наполняется чрево его, произведением уст своих он насыщается. Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». В расширенном переводе 21 стих звучит так. «От плода уст человека наполняется внутренняя сущность его, и результатом слов, произнесенных им, наполняется жизнь его, добром или злом. Слова, которые исходят из наших уст, имеют последствия, и эти последствия бывают хорошими или плохими». Я считаю, что нельзя игнорировать то, что Библия говорит о важности наших слов. «Считай эту тему второстепенной и неважной». Разве можно считать неважным то, что так сильно влияет на нашу жизнь? Ваши слова и то, как вы их используете, даже если вы неверующий человек, ваши слова влияют на вашу жизнь. Я помню, что даже когда я был неверующим человеком, я избегал тех, чей негативный взгляд на жизнь всегда портил мне настроение. Люди стараются избегать того, кто постоянно говорит что-то негативное. «Как у тебя дела? У тебя есть время?» «О, Господи Иисусе, я не желаю этого слушать. У меня и без твоих проблем своих полно». «Понимаете? Как у тебя дела сегодня? Хорошо». «Хоть раз скажи «хорошо». Попробуй». «Как дела? Хорошо? Да». «Так нет, у тебя всегда на готове новая история». «Драма». «Бесконечная драма в вашей жизни». У вас всегда новая драма. Однако, если их послушать, то очевидно, что их слова отражают их жизнь. Проверьте. Выберите сотрудника на своей работе. Выберите любого и выслушайте его, а потом взгляните на его жизнь. Она соответствует его словам. Но если вы найдете человека с позитивным настроем, особенно благочестиво-позитивным настроем, этот человек всегда на гребне волны. Он всегда делает то, что надо. Я не говорю обо всех, потому что все мы люди, и не каждый день будет радостным. Но это не дает вам право говорить глупости, если вы по какой-то причине не в настроении сегодня. Вы устали. А что случилось? Я просто ненавижу весь мир. Я весь мир ненавижу, да и ты мне никогда не нравился. Я тут недавно зашел в тренажерный зал. Кажется, это было сегодня утром. Ко мне подошла одна сестра. Я занимался на тренажерах, поднимал тяжести и весь из себя хмурый, потому что мне было больно. И она говорит, хорошо, да? Нет, врать не буду. Я не буду говорить негативные слова, но и лгать не буду. Понимаете, как хотите, вот так вот. Можно открыть свои уста для слов в печали, а потом говорить эти слова всем и каждому. Но я этого делать не буду. Я не буду... О, моя жена не любит меня И сегодня, и вчера Тоже нет, она не любит меня О, моя жена не любит меня Ни вчера, ни сегодня Не любит Возможно, если бы я прибрался дома Я бы ей больше понравился О, она не любит меня Люди легко попадаются на это Потому что печаль невыносима в одиночестве Давайте откроем Псалом 88, 35 Не нарушу завета моего И не переменю того, что вышло из уст моих Это очень сильные слова А теперь смотрите, что значит нарушить завет Не изменю и не извращу того, что вышло из уст моих Однажды раз и навсегда Я поклялся святостью моею Солгу ли я? Это значит, что если Бог что-то сказал Он держит слово То, что мы прочитали в Писании О силе наших слов Бог не изменил Бог не изменил Если мы сейчас живем во времена Когда люди говорят все, что им приходит в голову Это не значит, что Бог изменил свои принципы Интересно, как ангелы относятся к тому, что люди извратили свою речь Как относятся? Раньше, когда вы встречали человека, вы говорили Здравствуйте, как поживаете? А теперь можно услышать Как дела, урод? Люди извратили язык Они забывают о том, что слова имеют силу Я часто слышу, как даже христиане используют слово невероятно И меня это так раздражает Знаете, что значит невероятно? Это значит, что-то, чего быть не может А некоторые люди говорят Какое невероятное Божье слово То есть, тем самым они утверждают, что они не верят в силу Божьего слова Они только что заявили о невозможности действия Божьего слова Невероятно Мы часто используем слова, не задумываясь об их значении Невероятно Вот такой стала наша речь Вот как сатана отравил нашу речь Она изменилась очень И мы порой используем слова, которые нас разрушают Даже не осознавая этого И это касается некоторых из вас А вы думаете, разве это так важно? Вы посмотрите на свою жизнь Ничего не выходит, потому что вы не знаете, какие семена сеете О, аллилуйя, Господи, Ты невероятно чудесен А на небесах очень даже вероятно чудесен А вот еще одно слово, фантастика Поверьте мне, Божье слово просто фантастика Божье слово не фантастика Это не фантазия Абракадабра Абракадабра Вы знаете, слово абракадабра появилось как издевательство над говорящими на иных языках Мы не обращаем внимания на то, что говорим Мы говорим слова, не понимая их значения Хэллоуин Это не тот праздник, который мы должны праздновать В Хэллоуин люди пугают Глумятся и тому подобное Взгляните на происхождение этого праздника Это день почитания бесов И подобного рода мусором загрязнено все наше общество В нашем обществе люди порой делают что-то неосознанно Не зная, зачем они это делают и откуда это пришло И что делает дьявол? Дьявол извращает все Слова Образы Молитесь за своих детей Молитесь за своих детей Им каждый день приходится выходить на территорию дьявола Молитесь за них Провозглашайте над ними защиту крови Христа Молитесь за них, когда провожаете их в школу Провозглашайте над ними защиту крови Христа Разве это не интересно? Как много зависит от наших слов Именно поэтому Библия и говорит нам об этом мире Не уподобляйтесь миру Но преображайтесь в образ Христов В расширенном переводе говорится «не следуйте моде» Мы должны быть осторожны, если появилась новая модная тенденция Это еще не значит, что мы обязательно должны следовать ей Ага А если станет модным, чтобы мужчины носили колготки? Что, я и брат Крис Придем в церковь в голубых колготках? Вот что я понял Я допускал много ошибок, потому что делал что-то, чего не понимал Просто посмотрите, что происходит с нашей речью Наши слова меняют значение Или их смысл размывается Аминь Ладно, давайте еще прочитаем один отрывок из Библии Думаю, вы поняли, что я хотел сказать Псалом 140 Мне так нравится проповедовать вам Я получаю огромное удовольствие Я мог бы проповедовать еще пару часов, но не буду, не пугайтесь Вот что мы сделаем Я сказал Все это вот ради чего Взгляните на третий стих Давайте прочтем третий стих В слух готовы, читаем Положи, Господи, охрану устам моим И огради двери уст моих В расширенном переводе это звучит так Поставь, Господи, сторожа перед устами моими И охраняй у дверей уст моих Это очень хорошие слова для молитвы Господи, поставь сторожа у уст моих Начинайте молить и просить Бога помочь вам дисциплинировать свой язык Это так важно Аминь Давайте откроем Евангелие от Луки 6.45 Наша проповедь сегодня похожа на урок в библейской школе Луки 6.45 Аллилуйя! Стих 45 Давайте прочтем 45 стих вместе вслух Наверное, некоторые наши телезрители думают Он что, пьян? Да, я пьян от нового вина, которое есть Слово Божье Я смеюсь над всеми кознями дьявольскими Пусть знают, что мы побеждаем его Божьим Словом Которое наполняет нас все больше и больше Мы будем наполняться Божьим Словом до тех пор Пока бесы не отпустят наши финансы, наши семьи, наших мужей и жен Мы будем стоять на этом Слове до тех пор Пока не докажем этому погибающему миру, что Божье Слово живо и действенно Аминь Аминь Хорошо, стих 45 Добрый человек из доброго сокровища Чего? Сердце своего выносит доброе А злой человек из злого сокровища Чего? Сердце своего выносит злое Ибо от избытка сердца говорят уста его Заметьте, что уста соединены с сердцем Между устами и сердцем существует близкая связь И если в вашем сердце зло То ваши уста вынесут это зло из вашего сердца наружу Если ваше сердце наполнено добром То и ваши уста будут источать добро Кто-то может сказать, я не совсем согласен Вы ошибаетесь Прислушайтесь к ним, потому что от избытка сердца говорят уста Рано или поздно человек выскажет то, что у него в сердце Можно научиться лгать Но ложь рано или поздно становится очевидной Лишь дайте человеку выговориться И он рано или поздно скажет Во что на самом деле верит Так что ты думаешь о ней? Слава Господу! Это значит, я не хочу тебе говорить, что я на самом деле думаю о ней Да ладно, рассказывай Мне не хочется этого говорить, но продолжай Дело в том Дело в том, что я считаю, у нас несколько разные мнения А точнее Честно говоря, она действует мне на нервы А я с самого начала просил тебя рассказать мне честно Да, мы скажем правду, но только после того, как наговорим всякой ерунды А в конце мы сообщаем Честно говоря Это значит, что нам приходится проходить через густые заросли ненужных слов Чтобы наконец услышать правду А мы хотим услышать правду с самого начала Но наше общество стало настолько искусным во лжи, которую мы научились прикрывать религиозностью Прежде чем вы сможете сказать, я знаю этого человека Вам нужно провести с ним не один день Нужно дать человеку выговориться Потому что по-другому вам его не узнать Дух истины внутри вас Никогда не забывайте о том, что внутри вас Святой Дух Следуйте за Духом Он поведет вас Библия говорит, что Он поведет вас и наставит вас на истину Если вы не знаете человека Если вам не все понятно в нем Будьте с ним осторожны до тех пор Пока Дух Святой не даст вам мир в отношении этого человека Не спешите открываться Он такой добрый, чудесный, вежливый и так далее Он сделал мне подарок Одного лишь не хватает, не хватает мира Поэтому я буду добрым Буду вежливым И буду хорошо относиться к этому человеку Но не позволю ему остаться с моим ребенком наедине Я его еще недостаточно хорошо знаю Наивность некоторых христиан подвергает их опасностям Несмотря на то, что Святой Дух заранее предупреждает о них Но вы все равно поступаете по-своему, потому что они ведь верующие Ну и что, Иуда тоже ходил за Иисусом? Разве нет? А? Нам нужно прислушиваться к Духу Дух Святой сбережет вам время, деньги и нервы То, что у человека на сердце, рано или поздно проявится Проявится Прежде чем вы согласитесь выйти за него замуж Дайте ему выговориться достаточно для того, чтобы проявилось его сердце И если вы встречаетесь с молчаном Вам придется прекратить эти встречи Потому что вы не узнаете его, если он не начнет говорить Он должен заговорить Он должен заговорить Я не могу встречаться с молчаном Поговори со мной Если сам не заговоришь, тогда мне придется выдавить то, что у тебя внутри Не нужно выходить замуж только потому, что он такой красивый Не нужно выходить замуж только потому, что он симпатичный Если он симпатичный, сфотографируй его и все Потому что если после свадьбы он окажется одержимым, это будет безобразно Совсем некрасиво, когда вас обижают и оскорбляют И так далее Совсем некрасиво Мы должны научиться пользоваться Божьим Словом И поступать правильно И это не так трудно, если вы любите Бога И ваше сердце наполнено Его любовью Просто наполните свое сердце Божьей любовью И тогда вам не придется осторожничать со словами Слова будут правильными, потому что источник правильный Вы смотрели передачу «Изменяющие твой мир» Крефл и Тэфи Доллар благодарят вас, что вы были с нами сегодня Мы молимся, чтобы эта проповедь помогла вам добиться хороших результатов Во всех сферах вашей жизни Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин